Протесты в Иране теряют силу. Властям удалось справиться с волнениями, но результат арестованные, раненые и десятки убитых. Международная пресса тем временем вовсю обсуждают возможное участие Америки и Израиля в организации кампании протеста. Сергей Ослидер продолжит. Протесты в Иране идут на спад. Столкновений уже почти нет. Власти говорят, что ситуация полностью под контролем. Командующий корпусом стражи исламской революции основной опоры режима заявил прямо. Мятеж подавлен. Но мировое сообщество встревожено. Ситуацию в Исламской республике обсуждают даже в ООН. Комиссариат глубоко обеспокоен сообщениями о том, что во время этих протестов погибли более 20 человек. Вот почему он призывает иранские власти сделать все возможное, чтобы не раздувать напряженность, быть предельно осторожными, избегать дальнейшей эскалации и не провоцировать насилие. Протесты в Иране случаются почти с точной периодичностью раз в 10 лет. В 1998 году, потом в 2009 и вот сейчас. Как обычно, причина экономическая. Жизнь становится тяжелее, растут цены. Поводом для нынешних волнений послужило одномоментное двукратное повышение стоимости хлеба. Протесты поддержали иранцы, живущие за границей. Это в основном противники режима, которые в свое время успели уехать из страны. Реальность заключается в том, что это движение родилось внутри Ирана. Оно развивалось внутри. Но и за пределами Ирана, рядом с иранским народом, существуют сети сопротивления. Они действуют за границей. И солидарность с тем, что происходит, является не только обязанностью каждого гражданина Ирана, но и обязанностью каждого правительства, которое стремится к демократии. Эксперты отмечают, что протесты не были столь многочисленными, как в 98-м, зато охватили большинство регионов страны. Кроме экономических лозунгов, впервые прозвучали политические. Аятала уходит и нам надоел. Мы жалеем, что сделали исламскую революцию и тому подобное. Но самое интересное, впервые за всю историю Исламской Республики люди потребовали пересмотра внешней политики. Они хотят, чтобы власти занимались своим народом, а не помощью другим государствам. Сирийская война несет очень большие финансовые издержки. В частности, например, лишь за прошлый год по разным, так сказать, прикидкам от 6 до 8 миллиардов долларов Иран потратил на войну в Сирии. Поэтому это очень серьезный аспект внешний, который массы диктуют исламскому эстеблишменту. В буквальном смысле медвежью услугу протестующим оказали Вашингтон и Иерусалим, которые напрямую поддержали выступление. Это дало повод Тегерану утверждать, что за протестами стоят американцы и израильтяне. Сразу заговорили о некоем секретном соглашении между штатами и еврейским государством о совместном противодействии Ирану. Я не думаю, что есть какой-то реальный документ, в котором вызывается определенный пакт взаимодействия, направленный на действительно ослабление или прочее. Такого документа, конечно, нет. Но с другой стороны, ведь Израиль и штаты всегда координируют свое усиленное иранское направление. В Иерусалиме категорически отрицают свою причастность к событиям в Иране, но и отмечают, что любой исход этих событий для Израиля выгоден. Во всяком случае, режим в Тегеране должен ослабить помощь своим сателлитам в Сирии и Ливане и снизить расходы на ядерную программу. А еще Трамп собрался принимать решение о судьбе ядерной сделки с Ираном. Ее заключили в 2015. В обмен на снятие санкций Тегеран согласился не развивать ядерное оружие и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты. Но американский президент возражает против этой сделки, хочет ее отменить и вновь ввести санкции. Иерусалим поддерживает такую идею, поскольку ядерная программа Ирана угрожает в первую очередь ему. Но в Иерусалиме по-прежнему не исключают военного решения иранской ядерной проблемы. В прессу уже просачивалась информация о том, что в ВВС Израиля создана специальная эскадрилья, главная задача которой нанесение внезапного удара по целям, значительно удаленным от территории страны. По данным все той же прессы, это подразделение пока не расформировано. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.